Еще недавно президент Янукович говорил, что отмена виз в Европу для граждан Украины станет реальностью до проведения Евро-2012. Но похоже, украинцам еще долго придется обивать пороги посольства консульств в ожидании виз. Эксперты уверены, что потребуется около пяти лет, чтобы Европа открыла для Украины свои границы. Я не знаю ни одного случая, чтобы какое-то далеко идущее решение, безвизовый режим, чтобы оно принималось по отношению к стране, о которой в Европе ничего хорошего вообще не говорят. В Европе предупредили, что предоставление Украине безвизового режима зависит от выполнения страной соответствующего плана действий. Документ был принят в ноябре 2010 года, но пока даже первый его этап создания необходимой законодательной базы не был осуществлен в полном объеме. «Провал касается первого блока, который называется «Безопасность документов». Он требует принятия, согласно европейским стандартам, законодательства в отношении идентификационных документов, а также соответствующего набора подзаконных актов. И четвёртого блока, который называется «Внешние отношения и фундаментальные права», где основной проблемой является отсутствие в Украине антидискриминационного законодательства. И хотя введение безвизового режима – это технический процесс, его выполнение может усложниться дополнительными политическими требованиями. «Сейчас, особенно после принятия парламентской ассамблеи Совета Европы достаточно жёсткой резолюции, мне кажется, что без выполнения дополнительных требований, среди которых верховенство права, надёжная судебная система и борьба с коррупцией, очень сложно будет говорить про введение безвизового режима». Сегодня в Украине визы в страны ЕС по упрощённой системе могут получить журналисты, представители научных и культурных кругов, водители, осуществляющие международные перевозки и другие.